Сегодня мы завершаем эксперимент со сладким перцем. Его мы наблюдали еще семенами, когда сажали в феврале месяце. И, наконец, мы сможем определить, когда наш перец уже вырос и созрел, семейное это растение или одиночное выращивало перец дачница. Ирина Иголкина, здравствуйте! Здравствуйте! В мае месяце в огород Ирины Иголкиной высадился десант из трех видов перцев. Крупноплодный гигант желтого цвета, кубок золотой, экзотический гибрид ночка и безымянный, но любимый сорт хозяйки. Сажали двумя способами. По одному растению в лунку и по три корня вместе. Задача нашего эксперимента – выяснить, какой же способ дает больший урожай. По моему мнению, перец все-таки лучше растет, когда он посажен одиночным. Когда три перца, просто у нас получается на одну лунку больше штучек перца по сравнению с одним экземпляром. Но я считаю, что когда он посажен отдельно, перцы крупнее намного. Так, вот у нас первый экземпляр. Один, два, три. Три и два очень маленьких. Второй экземпляр. Один, два и третий маленький. Нехитрая арифметика гласит – семья из трех кустов выдаст хозяйке на гора сразу девять некрупных перчиков. Когда гордая одиночка способен удивить плодом рекордных размеров. А сейчас мы пришли к перцу кубок золотой. Я его сажала отдельными растениями. И вот посмотрите, вот здесь вот у нас вот такой вот плод. Мне очень трудно показать вам, но он не только с мою ладонь, но и очень мясистый. Так что выбирайте, какой же способ подходит именно вам. Если нужно много перца, сажайте дружными семьями. Плоды среднего размера годятся для фаршировки и засолки. Кстати, фермерские хозяйства часто сажают по два корня в лунку. Это один из секретов их интенсивной технологии. Если за количеством не гнаться, получите отборные плоды. Но их может быть всего два-три за лето. Кстати, на урожайность куста влияет еще и правильная формировка. Дачница специально при посадке роса доставила плод, который принято удалять. Сейчас самое время проверить результаты метода проб и ошибок. Здесь у нас посажен перец ночка. Сажали мы его методом перевалки, закрытой корневой системой. И поэтому вот на этом экземплярчике я решила оставить плодик. Тогда он был очень маленьким. Вот посмотрите, он вырос вот таким. Ну, в общем-то, хороший результат. Но, смотрим внимательно. А больше плодов у нас на этом кустике нету. А рядом с ним, буквально рядом, находится другое растение, которое я сажала и отщипнула у него зависть. Какой я могу сделать вывод? Если вы хотите получить ранний урожай, оставьте на нескольких кустах перчик, но не забудьте его вовремя собрать. Ну что, мне кажется, он еще не до конца поспел. Нету вот этого перечного специфического аромата, но достаточно сочный. Но он уже вкусный. Уже вкусный. Спелости не хватает из-за этого. Пробуем маленький. Пробуем. Сравниваем. Два месяца, который перец рос на грядке, никак не улучшили его вкусовые качества. Как был зародышем, так и остался. Не зря специалисты настоятельно рекомендуют убирать первую зависть при высадке рассады в грунт. И цветоносы, кстати, тоже удаляют. А вот как Ирина Иголкина удобряет свою перечную плантацию. На 10 литров воды я беру грамм 200-250 мела в порошке. Ну, и если это начало сезона, то на 10 литров воды я добавляю 2 столовых ложки нашатырного спирта. Ну, даже, наверное, больше десертных, а не столовых ложки. А так как сейчас у нас уже первая половина развития растений прошла, то азот я убавляю и добавлю всего лишь 1 столовую ложку. На одно растение требуется всего 1 литр этого раствора. Ирина Иголкина применяет кальций и азот не чаще, чем один раз в 10 дней. Как ухаживает за перцем в период созревания плодов другие интернет-огородники, узнаем из видеообзора. Фермер Татьяна предлагает свой рецепт подкормки номер один. Для перца в период созревания плодов, по ее мнению, подходит самодельный дрожжевой настой. Удобрение состоит из 10 литров воды, 100 граммов свежих дрожжей, 100 граммов сахара и стакана золы. Блогер Ольга Чернова подстраивает виды подкормок под фазу развития перцев. Слабо развитые кусты огородницы укрепляет азотным удобрением карбамидом, разводит столовую ложку на ведро воды. Под пышные цветущие кусты для лучшего развития плодов вносит калийное удобрение. Стакан золы растворяет в 10 литрах воды и добавляет 40 капель йода. Интернет-огородница из Подмосковья демонстрирует мощные кусты перцев с двумя десятками плодов на каждом. Со второй половины лета до самой осени Татьяна поливает перец растворами гумата калия. Личный опыт показывает, что это калийное удобрение улучшает вкусовые качества и лёжкость плодов.